Странное какое устройство память. Проскакиваешь стремительно свое путешествие-жизнь, не оборачиваясь, как будто делая по пути множество фотоснимков, срезав мест, людей, ситуаций, запахов, неясных ощущений. Как известно, чем выше скорость и чем больше щелкаешь затвором, тем меньше впускаешь внутрь, откладывая разбор накопленных архивов на потом. И когда-то, в одно из этих «потом», начинаешь заново переживать то, что было недопережито тогда. Это был не мой снимок. Я наткнулась на него почти случайно, хаотично тыкая мышкой в красивые привьюшки. Но неожиданно он отослал меня к давнишнему полустанку, про который я не то чтобы совсем забыла, но считала чем-то проходным и неважным. Когда-то очень давно я гостила в полузаброшенной северной деревушке. Путь к ней лежал через город Каргополь, который сильно контрастировал с привычными для меня многоэтажно-каменными ландшафтами промышленного города. Мало что тогда запомнилось, но было в нем нечто очень для меня особенное. Улочки из аккуратных, сплошь деревянных домиков, не отделяющих себя от улицы никакими пространствами типа полисадников, с непременной геранью в горшочке на окне. Такое разнообразие видов герани было для меня открытием. Это был настоящий гераниевый питомник, и даже с улицем не мерещился ее характерный антимушиный запах. Но вот и деревушка с напрочь забытым мной названием. Было как раз бела ночи, и я помню эту гулкую тишину, когда кажется, что мир остановился и призадумался, бежать ли ему дальше. После городской какафонии все это казалось мне тогда скучным и бесцветным вакуумом. Бревенчатые, посеревшие от возраста дома, стоящие как попало, будто презревшие всякие улочные правила и линейности, перекошенные от тяжести печей, похожие на накренившиеся перед затоплением кораблей. Ни оград, ни калиток, ни огородиков. Выходишь из дому, и сразу лук. Бескрайние ковры болотистых, морошечных, бугристых мхов, податливых, неторопливой поступи сборщиков этих янтарно-желтых, малинчатых ягод. Идешь по ним, одновременно страшась того, что может оказаться внутри, и нежестье наслаждаясь, когда мягкая зелень как будто обнимает стопу, наверное, заманивая идти глубже в это кажущееся заколдованным царство, в котором, так верится, обитают лешие и всякие проще негородские персонажи. Полуутраченный мной, но до сих пор аппетитный воображение, вкус тамошнего толоконного колобка, заботливо испеченного для уставших ходоков по морожку хозяйкой избы, такой же посеревший атлет и нелегкой судьбы, но очень радушный по-своему. Как бы хотелось мне сегодня всмотреться в эту другую реальность попристальнее, отыскать в ней что-то такое, чего не заметила, не увидела и не почувствовала тогда, просто не могла почувствовать. А теперь оно почему-то вдруг встрепенулось и манит, как некий еще не найденный клад, помеченный на карте, которая хранилась, оказывается, все эти годы на одной из дальних полочек души. Наверное, только узнав теплые края, можно вникнуть по-настоящему в глубину и сдержанность русского севера. Там был какой-то особый запах. Да, вспомнила. Запах белой тишины. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!